Вы наверняка помните, как Юлия Самойлова два года подряд представляла Россию на Евровидении. Ну как два. Сначала не получилось поехать по понятным причинам, а в 2018-м она поехала, потому что не поехала в 2017-м. Сама она считает, что с ней обошлись нечестно. Подробности сегодня на канале Сплетники. Не поехав на музыкальный конкурс в 2017-м, певица очень расстроилась. Но потом Самойловой пообещали, что она выступит за Россию в 2018-м. Мне сказали об этом и пропали почти на год. До февраля. Было неприятно. Я не понимал, чем заниматься. Когда я звонила спросить, когда будет песня, мне отвечали «Юля, всё будет, не переживай». И только в феврале мне представили ту самую композицию, рассказала Самойлова. Незадолго до того, как ей впервые позвонили с новостью о том, что её выбирают для участия в Евровидении, Юля перенесла операцию. Врачи советовали выделить год на реабилитацию. Но я сказала, что готова, отметила Юля. По словам артистки, ей требовалось намного больше времени для подготовки к конкурсу, а не одна репетиция, хотя песня была в её голосовом диапазоне. Юля даже хотела отказаться от выступления 7 апреля в Москве. Мне сказали, мол, да что ты паришься, если что, там что-нибудь замажем или уберём, не переживай, это твоя репетиция, делится Самойлова. Ей не понравилась постановка, её музыкального номера и клип. Певица говорит, что они тогда долго спорили с Юрием Аксютой. «Юля, мало времени, надо выпускать завтра, так мне сказали», – вспоминает певица слова продюсера. После проигрыша Самойлова винила в своём провале всех и вся. Аксюта заявил ей, они сделали всё, что смогли и рекомендовали отправляться домой. «Канал мне ничего не заплатил, он и так предоставил возможность», – рассказывает Самойлова в интервью. Как вы считаете, если бы ей дали больше времени подготовиться, получился бы другой результат, или сейчас певица просто пытается как-то оправдаться за тот провал? Пишите своё мнение в комментариях, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и подписывайтесь на наш Инстаграм и Телеграм. Все ссылки под видео. Субтитры создавал DimaTorzok